Когда жители Барнаула узнали, что гостиницу Рейдисон на площади Сахарова не построят, обрадовались. Когда классическому вузу не разрешили возвести там новый корпус, подумали, что теперь точно место прогулок и праздников оставили в покое. Но внезапно выяснилось, не оставили. Теперь в окрестностях Барнаульской крепости планируют строить жилую многоэтажку. Горожане против. Не надо ничего тут строить. Если здесь все-таки построят дом, есть ли у нас в городе место, куда площадку для проведения мероприятий могут перенести? Много поколений выросли, что здесь это было место именно. Перенести можно хоть за город, но смысл в этом не знаю. Стоит ли парк убирать, здесь дом стоит? Да нет, наверное, зачем. Парк нормально стоит. Есть вероятность, что парку ничего не угрожает. По плану, указанному в кадастровой карте Барнаула, потенциальная многоэтажка будет стоять прямо за Барнаульской крепостью. Она займет площадь практически в 2000 квадратных метров. То есть фактически дом будет зажат между неухоженной зеленой зоной, парком и пятиэтажками на Молодежной. К слову, их жители будущему соседству не рады больше всех. Этот дом, который стоит отцом к Молодежной, рядом с которым будет новый дом строиться, в экстренном порядке собирали свои пожелания и должны были сегодня отнести в Комитет по строительству и архитектуре города. Речь шла о том, чтобы не допустить это строительство рядом. Они опасаются, что это все скажется негативно на их доме. Дом будет высокий – 25 этажей. Это потребует выравнивания территории и возведения укреплений. Соседние дома при этом могут просесть и разойтись по швам. Собственники квартир на Молодежной 21 узнали об общественных обсуждениях по этой теме в последний момент – позавчера. Это не афишировали. Хотя информация о расширении территории под строительство существует с конца апреля. Это выяснилось после штудирования сайта. Узнать о том, какие проекты будут реализованы в городе в ближайшее время, так-то просто. Нужно периодически заходить на сайт Комитета по строительству Барнаула, выбирая графу «Градостроительство и общественное обсуждение». Это те, на которые мы можем повлиять своим мнением. Здесь выложены все оповещения за 2020 год. Они регулярно обновляются, практически каждый месяц. В нашем случае это от 25 апреля. Его можно посмотреть и почитать. Если мы с ним не согласны, мы можем внести свои замечания и предложения. Но нужно помнить, что у каждого оповещения есть свой дедлайн. Но заранее, конечно же, об этом вам никто и нигде не скажет. Например, в документе о площади Сахарова указано, что последний день приема предложений сегодня. Мы, конечно, его заполним. Это сделать несложно в онлайне, в проекте планировки территории и межевания. Но насколько мы будем услышаны и насколько быстро увидят наше обращение, мы уже не узнаем. Общественники возмущены тем, что свободной земли в городе достаточно. Но вот уже несколько лет частники и бюджетные организации покушаются именно на Сахарова. Архитекторы, кстати, поддерживают идею горожан о том, что в центре города парковая зона для мероприятий нужнее, чем каменные джунгли. Такая ситуация происходит из-за того, что в нашей центральной части города и площади Сахарова, в частности, нужна комплексная стратегия развития. Возможно, это должна быть пространственная городостроительная модель, которая бы определяла не только функциональное назначение территории, как это сейчас делают, городостроительная документация, но и высотность, и, может быть, плотность пропорции общественных пространств. Городская администрация пока не предоставила оперативный комментарий на наш запрос по поводу потенциальной застройки. Конкретики мало. Известно только то, что все предложения по строительству уже приняли. А окончательное решение о судьбе площади Сахарова примут 25 июля, возможно, учтя предложения горожан, если они успели их подать. Полина Жданова, Николай Шелко, День с толком.